В начале мая мы вместе со всей нашей страной отпразднуем самый важный для каждого из нас теплый и душевный праздник – День Победы. Но так ли часто мы вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых в огненные сороковые. И все же есть и в наше беспокойное время люди, которые не забывают о погибших героях, люди, для которых война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Это поисковики. В рамках краевой акции по презентации деятельности поисковых организаций «Мы идем снова там, где гремела война» состоялась встреча поисковиков из отряда «Кубанский рубеж» со студентами Славянского электротехнологического техникума. Открыл мероприятие председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Наше мероприятие сегодня нацелено на то, чтобы понять смысл, для чего мы перезахараниваем, находим, почему там работают ребята поисковых отрядов, порой на альтуизме. Руководитель поискового отряда «Кубанский рубеж» Лев Кравченко рассказал студентам о большой и нелегкой работе, которую проводят поисковики. Это прежде всего поисковые экспедиции, в ходе которых обнаруживают погибших в боях с тем, чтобы перезахоронить героев и увековечить их память. Поисковики участвуют в походах по местам боевой славы, слетах памяти павших, ведут архивные исследования и, кроме того, они пишут стихи и поют отличные песни. Вы в пуле ворши, солдат поднимали, ты помнишь, как долго стоял в горлику, когда ты читал слезы и раяя, свой первый на вахте войны медалью. Встреча с поисковиками не оставила равнодушными студентов техникума. Нам был продемонстрирован фильм, который описывает то, чем занимаются поисковики, как они живут во время раскопок, что делают. В целом, мне очень понравилось. После фильма нам вышли представители, объяснили своими словами. Я считаю, что это очень правильное движение, его нужно у нас в России поддерживать. Центр патриотического воспитания молодёжи имени Героя России генерала Геннадия Николаевича Трошева заботится о благородном деле увековечивания памяти солдат Победы и его популяризации. Нашими поисковиками ведётся огромная работа, ведутся раскопки. И главная задача – заинтересовать ребят, чтобы они тоже принимали участие в подобных мероприятиях, чтобы память была. И ещё. В преддверии Дня Победы у нас, как и по всей России, стартовала акция «Георгиевская ленточка», которая является символом памяти и уважения к подвигу. Волонтёры раздают чёрно-оранжевые ленты всем желающим. Одними из первых их получили студенты техникума. 1 мая по улице Красной будет открыт стационарный пункт по сбору пожертвований в рамках компании «Георгиевская ленточка». Все собранные средства перечислят на счёт военных госпиталей для ветеранов. Завершится акция, пропагандирующая ношение ленты как символа патриотизма и памяти о павших годы Великой Отечественной войны 9 мая. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...